Добрый вечер. О Гродненском областном отделении Белорусского детского фонда, о тех взрослых, кто главной своей задачей видит защиту прав детей, оказание всяческой поддержки и помощи. О тех стартовавших новогодний рождественских акциях, которые мы сегодня обсудим в эфире, а также о других важных темах, мы сегодня будем говорить с нашей госей Татьяной Андреевной Червяковой, директором Гродненского областного отделения Республиканского общественного объединения Белорусский детский фонд. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы сегодня в эфире работаем 30 минут и начинаем разговор по теме. Действительно, Татьяна Андреевна, стартовали множественные новогодние рождественские акции, мероприятия, марафоны. И, конечно же, Белорусский детский фонд не стоит в стороне, в том числе и Гродненского областного отделения. Но, наверное, начнем наш разговор сегодня все-таки с тех целей и задач, которые, в принципе, пересекаются с теми акциями и мероприятиями, которые вы инициируете и проводите уже не первый год. Все же, давайте с самого главного. Для чего, почему и с какого года действует Белорусский детский фонд? Ну, я начну с истории. Еще в далеком 1987 году был создан Советский детский фонд имени Ленина. И буквально через пару месяцев во всех республиках бывшего Советского Союза стали создаваться свои республиканские отделения детского фонда. Ну, исторические события 1991 года изменили, скажем так, наше название. И с 1991 года мы стали называться Белорусский детский фонд. И вот буквально в следующем году мы будем отмечать свое 30-летие. То есть уже 30 лет существует детский фонд в Белоруссии, ну, как и везде, который как раз ставит своей целью, своими задачами защиту прав и интересов несовершеннолетних. Какая категория детей, прежде всего, с которыми мы работаем? Во-первых, это дети от нуля до 18 лет. И это дети-сироты, это дети-инвалиды, больные дети, дети из многодетных и малообеспеченных семей. Раньше под эгидой детского фонда очень много внимания уделялось детям из Чернобыльской зоны. Но в последние годы более актуальными стали вот дети из социально неблагополучных семей. То есть вот это та категория детей, которыми занимается Белорусский детский фонд. Ну, как я уже сказала, главная задача наша – это поддержка этих детей, защита их интересов. Это оказание не только материальной, моральной, психологической помощи. Ну и не случайно мы с вами встречаемся в предновогодние дни, предрождественские дни. Конечно же, мы будем делать много акцентов именно на это событие. Вот сейчас, в эти дни, в эти недели, чем живет Гродинское областное отделение? Наверное, всем тем, чем и живет вся республика. Безусловно, акция «Наши дети» – это очень такая масштабная, широкомасштабная акция. И мы ежегодно в ней участвуем. Я хочу сказать, что уже на протяжении, наверное, 15 лет решением область полкома Белорусский детский фонд, наше Гродинское отделение закреплено за областной детской больницей. И в период вот этих новогодних рождественских праздников мы с нашими волонтерами, с нашими активистами ходим в детские больницы. Потому что, ну так получается иногда у детей, что в тот период, когда надо веселиться под елочкой, у кого-то операция, у кого-то несчастный случай, у кого-то обострение болезней. И чтобы детям не было грустно и больно в эти дни находиться на больничной койке, мы с нашими ребятами-волонтерами, и здесь я хочу особое слово благодарности сказать ребятам из колледжа искусств, которые уже на протяжении многих лет вместе с нами традиционно в эти дни во всех отделениях детской больницы в роли Деда Мороза, Снегурочки, сказочных героев. Мы приходим в больницу, навещаем детей, проводим конкурсно-развлекательные программы, ну и, конечно же, вручаем подарки, то, что радует детей. Татьяна Андреевна, Вы совершенно справедливо обозначили, что благотворительная акция «Наши дети» – это огромнейший марафон, достаточно сказать, что он начинается в одном году, продолжается рождественско-новогоднее и православное Рождество праздники и заканчивается, соответственно, в следующем году. Акция уже стартовала. Что уже сделано Вашим отделением? Какие акции Вы провели? Что стартовало в нашем регионе? Чем Вы уже гордитесь? Ну, во-первых, мы участвовали в той же акции нашей областной, общественное объединение организации «Дети». То есть наш детский фонд вместе и с другими, там у нас 8 организаций общественных принимало участие в открытии этой акции, в Театре кукол для детей из многодетных семей, детей из домов семейного типа. Ну, а поскольку я уже говорила вам, у нас идет целый месяц практически вот эта акция, буквально вот 26-го после Рождества католического мы посещаем детей детской областной психиатрии. У нас там первое начинается мероприятие. Затем у нас идут мероприятия в детском инфекционном отделении в Пышках, в детском отделении ЛОР, лоротделении. Затем у нас большая, конечно, работа – это в областной детской больнице, там порядка семи отделений, поэтому мы практически целый день там с ребятами работаем, обходим все отделения, те, кто лежат, дети, на больничной койке, те, кто может подняться вместе с нами, играют и получают потом подарки. Ну и традиционно мы как бы заканчиваем, вот уже в течение нескольких лет, мы заканчиваем, завершаем нашу эту акцию в 86-м саду. Там мы проводим акцию эту для детей, находящихся в социально опасном положении. И вот там как бы уже праздничные такие наши мероприятия завершаются, и вот там мы детям также вручаем подарки, там готовят такие же выступления, такие же конкурсы, такие же викторины. Ну и я вот подсчитала предварительно, что делается вот областным отделением и нашими районными отделениями. У нас на сегодняшний день где-то порядка 1700 детей мы задействуем вот в этой акции. Я имею в виду именно наша категория, та категория, которыми занимается Белорусский детский фонд. Я еще раз говорю, это сироты, инвалиды, больные, дети малобеспеченные и так далее. То есть это большая работа проводится не только областным отделением, но и всеми районными отделениями детского фонда, которые есть у нас в каждом районе нашей Гродненской области. Ну, эта акция стартовала «Наши дети» в этом году 14 декабря. И правильно ли будет сказать, что у вас практически каждый день расписан? Ну, практически так и получается, да, потому что если мы не идем конкретно в больницу, значит, мы приглашаем к себе, у нас традиционно приходят дети из домов семейного типа с родителями, мы обязательно их тоже не обделяем вниманием, также им вручаем подарки и также с ними встречаем Новый год. Татьяна Андреевна, вы сказали, что проходит большая работа, но, наверное, стоит сказать и о тех людях, кто ее выполняет. Вот областное отделение Белорусского детского фонда. Сколько вас? Вы вспомнили о волонтерах, это приглашенные, скажем так, ваши партнеры и участники. А сколько вас в нашем Гродненском регионе, и вот в частности в Гродненском областном отделении? Ну, я скажу немножечко так по структуре, значит, областное отделение, это мы здесь на месте, но в каждом районе у нас тоже есть районное отделение Белорусского детского фонда. Щучинское, Берестовицкое и так далее. Есть свой актив, есть свой состав, скажем так, правления, который всю эту работу организует. И, конечно же, я не представляю сегодня деятельности нашего детского фонда без поддержки наших волонтеров. У нас традиционно наши волонтеры несколько колледжей. Последние годы к нам присоединились и Гродненский университет, и Институт бизнеса и права. Ну и, конечно, поддержка управления образования нашего Гродненского областного полкома, поддержка главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи. Это вот та группа людей, которые действительно занимаются делами детского фонда, поддерживают, помогают, где-то нас на что-то направляют. Поэтому мы всегда работаем с такой большой группой поддержки. Уже практически мы 10 минут с вами отработали в прямом эфире. И хотелось бы сейчас вспомнить и о таком благотворительном марафоне, как «Ангел в твоем сердце». Это очень знакомое мероприятие каждому гродницу и всем белорусам. Но хотелось бы от вас услышать, опять же, цели и задачи этого мероприятия. И как вам удается поддерживать из года в год актуальность этой акции? Благодаря кому, может быть, или вопреки чему? Дело в том, что вы правильно сказали. Семь лет уже нашей этой акции. Она стартовала в 2011 году. Накануне больших таких праздников, пасхальных, когда люди открыты добру и должны быть всегда открыты добру. Акция эта наша, скажем так, брендовая наша. Она действительно только вот именно гродненская. Ради нее была создана и песня «Ангел в твоем сердце». Ради нее создавались конкурсы и проводились конкурсы на лучший детский рисунок. Но мне бы хотелось прежде всего сказать, что эта акция ставит конкретные задачи. Поступление средств идет только на благотворительный счет. И они направлены на поддержание тех детей, которые нуждаются в операциях, дорогостоящих за рубежом. В республике делается очень многое. Но есть такие категории заболеваний у детей, которые только можно выполнить эту операцию за рубежом. Кроме того, есть у этой акции такая задача, как помощь в приобретении дорогостоящего медицинского оборудования для этих детей, дорогостоящих медицинских препаратов. И третье направление – это поддержка детей после операции, послеоперационный медицинский уход, когда нуждаются дети в дополнительных каких-то витаминах, в дополнительных перевязочных материалах. Вот это конкретная задача этой акции «Ангел в твоем сердце». И я хочу сказать, что вот из года в год мы видим, что сумма пожертвований от населения, от организаций все время растет. Вот в этом году, как никогда, мы собрали 50 тысяч белорусских рублей. Это и благодаря еще и открытию благотворительной телефонной линии, на которую поступали деньги, и деньги эти собирались как бы адресно для девочки из Лиды, Амельченко Полины, которая вот тоже имеет серьезное онкологическое заболевание, и помощи могли оказать только в Испании. Если мы говорим об этом марафоне «Ангел в твоем сердце», вы всегда выбираете, скажем так, каждый год одного героя этой акции? Или вы все-таки стараетесь максимально в один год, в один марафон охватить максимальное количество детей? Знаете, выбирать кого-то одного очень сложно, потому что обращается достаточно много детей, вернее, не детей, а родителей, безусловно. Вот на сегодняшний день в результате этой акции 124 ребенка получили адресную помощь. Кто-то даже у нас где-то порядка 25 детей получал ее не однажды, потому что курс лечения надо продолжать, реабилитацию надо продолжать. И я тоже, готовясь к этой передаче, посмотрела, мы уже на сегодняшний день порядка 200 тысяч рублей белорусских отдали только родителям на поддержку, на накопление этих средств, чтобы была возможность повести ребенка на сложнейшую операцию или на какие-то сложнейшие реабилитационные мероприятия. Это и в Израиль, и в Италию, и в Испанию, и в Германию. Перечислить сейчас все страны, в которые ездят. И в Польшу ездят, и в Россию ездят, и в Украину ездят. Поэтому, конечно, полностью оплатить мы иногда, безусловно, не можем. Но есть такие операции, которые мы можем оплатить полностью. То есть это хорошая, надежная поддержка, надежное плечо. Татьяна Андреевна, если продолжить разговор по теме здоровья, я бы хотела вспомнить ту республиканскую программу, одноименно назовем ее здоровье, и те смены, которые состоялись в некоторых детских лагерях. Я говорю о радуге надежда и веселой сердечке. Расшифруйте, пожалуйста, потому что это название, как будто бы, говоря, сами за себя. Но все же расшифруйте и расскажите нам о каждой. Совершенно верно. Есть республиканская программа Белорусского детского фонда, называется она «Здоровье». И в рамках этой программы, ну понятно, что занимаются именно здоровьем, в рамках этой программы оздоровительная смена есть «Радуга надежды». Она проводится на базе лагеря нашего республиканского «Зубренок». Эта смена как целевая для детей, перенесших онкологические заболевания и находящихся в стадии ремиссии. Дети со всей республики собираются в эту смену. И в этой смене, в этом отряде только те дети, которые имеют вот эту проблему со здоровьем. С ними находится врач. Дети, как бы, находятся всегда под присмотром. Какие-то программы общереспубликанские, которые в этом лагере проводятся для наших детей, возможно, не проводятся, но взамен проводятся те, которые позволяют здоровье ребенка проводить. Я посмотрела, у нас за эти годы, смена эта существует где-то порядка 16-17 лет. За эти годы более 300 детей Гродненщины прошли там оздоровление и реабилитацию. Каким образом это происходит? Мы даем заявку облздрав, и уже со всей нашей Гродненской области вот нам районное отделение больницы, районные больницы присылают списки. Избежать каких-то осложнений у детей. И ежегодно наши дети там бывают. То есть я правильно вас понимаю, вы ищете этих детей? Нам помогает облздрав таких детей выявить. Нам предлагают списки этих детей. Мы потом работаем с родителями, мы работаем непосредственно уже с Минском. Каких детей мы можем отвезти туда на эту смену, а какие дети, может быть, в силу обострения заболевания, может быть, будут на следующий год. Но в целом, вот я говорю, в этом году уже 14 детей поехало. Поэтому каждый год, вот посчитайте, 14-20 детей только на эту смену «Радуга надежды». А веселые сердечки? А веселые сердечки, это понятно, что это дети с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта программа, эта акция, вернее, эта смена, ей, наверное, лет 7 уже. Она проводится на базе Республиканского центра реабилитационного «Надежда XXI век» в Вилейском районе на озере Нарыч. И она как бы вся полностью оплачивается Белорусским детским фондом. То есть путевки для детей приобретает Белорусский детский фонд. И детей мы тоже отбираем по рекомендации врачей. По тем спискам, которые предоставляют нам районные, областные, городские детские больницы. Я думаю, наверняка возникнет у некоторых из наших телезрителей вопрос. А сами родители могут выйти ли, например, на определенное районное отделение или на Гродниско-областное отделение с тем, чтобы на них обратили внимание, например, с тем, чтобы попасть в ту или иную смену? Ну, как правило, такие дети, я еще раз повторю, такие дети проходят все равно консультацию у своих врачей участковых. И, как правило, коль врачи знают через облздрав о том, что такие смены проводятся, они рекомендуют этим родителям. Но да, бывает, когда родители узнают, что такая смена, и по показаниям, если ребенок нам, как говорится, подходит под эти смены, почему бы не отправить его. Но учитывая, что, конечно, смена проводится раз в году, она обычно у нас проводится в июле-августе, вот в летний период, когда действительно можно отдохнуть, как бы ставят всегда условия, чтобы ребенок, который еще ни разу не был, потому что путевки тоже бесплатные для этой категории детей. Но, бывает, дети попадают и второй раз, потому что у кого-то так сложились обстоятельства, что кто-то срочно уезжает, и тогда мы берем из нашего резерва ребят, которые с удовольствием едут. А те, кто побывал там, едут с большим желанием повторно. А смена длится традиционно около 20 дней? Да, 18-20 дней. Ну и если мы говорим с вами о инициативах Белорусского детского фонда, Гродницкого областного отделения, мы уже приближаемся с вами к 20-й минуте нашего эфира, то хотелось бы еще и о других инициативах и акциях поговорить, вспоминая все исторические вехи и эпохи, может быть, последнего десятилетия, может быть, последнего пятилетия или этого года. Какие акции вы считаете, может быть, если не гордостью, то уже действительно брендом? И, может быть, мы с вами много говорили о детях с определенной судьбой, но ведь ваше внимание распространяется на тех, кого мы называем вундеркиндами. Вы одаренных детей также опекаете. Давайте об этом направлении вашей работы вспомним. Есть такая еще программа у нас. Программ у нас много. Мы уже с вами назвали несколько. Есть такая еще программа «Теплый дом». Это для детей и сирот, которые проживают в домах семейного типа. А эта программа называется «Юное дарование». Программа – это, опять-таки, прежде всего, на поддержку тех детей, которые входят в категорию тех, кого опекает Белорусский детский фонд. Проводятся республиканские конкурсы. Например, мне очень запомнился такой конкурс «Музыка детской души». Это юные таланты, музыканты, певцы, вокалисты и так далее. Очень интересный был конкурс «Дети пишут для детей». Это юные поэты, писатели. И вот когда проходит этот конкурс, затем победителей на период весенних каникул приглашают в Минск на творческие семинары, которые проводят маститые художники, маститые поэты, писатели, журналисты, музыканты. И в течение недели-полутора дети находятся в Минске для проведения вот таких мастер-классов известными мастерами искусства, мастерами живописи, поэзии и так далее. Да, есть такая программа «Юное дарование». Ну, я так понимаю, что дети все ваши мотивированные, поэтому встреча со знаменитостями – это действительно большое событие для всех. Ну да, тем более с такими же талантливыми детьми всей республики встретиться. Это же очень интересно. Кстати, я вот хочу сказать, что как раз в прошлом году у нас в Гродно был такой международный проект «Дети приветствуют детей». Проводил его немецкий художник Матиас Юрке. У него очень уникальная методика работы акриловыми красками. И вот мы провели эту акцию в «Доме семейного типа». Мы провели такую акцию в «Школе для детей с нарушениями слуха». И те ребята, все работы были собраны потом художником, отвезены в Минск. И работы были помещены в известной картинной галерее «Щемелевы». И ребята в конечном итоге не только работы, их побывали вот там, на этой выставке престижной, но еще потом получили дипломы участника международного проекта. Как много возможностей открывает Белорусский детский фонд. Ну и давайте о той инициативе, которая не так давно завершилась, о мероприятиях, приуроченных ко дню инвалидов. Инвалида, ведь Гродницко-областное отделение Белорусского детского фонда не осталось в стороне от этого календарного события. Провело ряд своих мероприятий. Может быть, если вспоминая о тех встречах, которые вы провели для воспитанников определенных специальных учебных заведений, то какая встреча вам, может быть, запомнилась в этом году больше всех? Вы знаете, они все запоминающиеся. Но в этом году меня это очень порадовало. Молодые девушки, такие, скажем, энтузиастки, предложили провести такой небольшой концерт эмоциональной поддержки для детей Центра коррекционно-развивающего обучения. Девочки из музыкальной студии «Феерия». Ну и поддержала нас еще и фирма «Фаберлик». Она подготовила для всех воспитанников, которые обучаются в Центре коррекционно-развивающего обучения, подарки, санитарно-гигиенические, косметические средства детские. И вот когда дети сначала послушали концерт, когда девочки эти выступали, вместе с ними пели, вместе с ними поддерживали молодых этих артистов, в конце они еще получили эти подарки, радости детской не было границ. Ну не могу не отметить, очень интересный был праздник в школе для детей с нарушением зрения. У них прекрасный свой концерт был, и мы тоже приняли участие в нем, как, скажем так, спонсоры. Школа вспомогательная наша, где обучаются дети с особенностями психофизического развития. Также был прекрасный концерт, и там, кстати, выступали студенты колледжа искусств, замечательный концерт предоставили. Ну а мы выступали в качестве таких добрых фей, которые тоже сделали для школы, для воспитанников подарки. Ну говоря о детском фонде, конечно же, мы говорим много и о добре, и о милосердии. И вот если говорить о той тематической неделе, которая так и называлась, неделе для добра и милосердия, в этом году кого бы охватили вниманием в первую очередь? Ну вот я уже назвала, это были, ну поскольку вы сами говорите, это тематическая такая наша неделя, приуроченная ко дню инвалида, конечно, мы вот посещали те учреждения, которые нуждаются в этом. Ну и традиционно у нас 81-й сад, это тоже сад, где воспитываются детишки, имеющие проблемы со здоровьем, со зрением. Мы уже, наверное, лет 10 ежегодно, у них уже традиционные мы для них друзья, которые в эти дни обязательно к ним приходят. Поэтому это вот эта категория детей, с которыми мы работаем уже несколько лет. И мы много с вами говорим на тему здоровья, и вот, наверное, стоит вспомнить еще о республиканском конкурсе методических и творческих работ на тему здорового образа жизни глазами разных поколений. Гродницы тоже поддержали эту инициативу, благодаря чему состоялось очень интересное мероприятие. Ну, я хочу сразу сказать, что это инициатива медицинского нашего университета и общественной организации знания. Ну, когда они обратились в детский фонд с просьбой поддержать, ну, тут видите, само название говорит, здоровый образ жизни глазами разных поколений. Поэтому там были и дети, там были и молодежь, там были люди старшего возраста. Ну, и, конечно же, детский фонд поддержал прежде всего детей, тех талантливых детей, которые в рисунках, фотографиях, в спортивных каких-то достижениях вот именно демонстрировали свою приверженность здоровому образу жизни. Поэтому мы участвовали как участники, не как организаторы, а как участники. И всех детей, там их 10 детей, которые стали лауреатами в этом конкурсе, мы их всех тоже поддержали, тоже им вручили ценные подарки. Ну, представленные проекты в рамках этого мероприятия вас удивили? Ну, конечно, были очень интересные творческие работы, удивительные были и по содержанию, и по замыслу, и по его воплощению. Поэтому, конечно же, таких детей надо поддерживать и помогать им. Ну, идет у нас с вами 26-я минута, еще о многом хотелось вас расспросить, но все же, наверное, будем говорить о том итоге этого года, который воплощается в брендовых мероприятиях. Ведь сейчас каждое общественное объединение имеет свою, скажем так, изюминку. Так вот, если говорить о Гродненском областном отделении Белорусского детского фонда, какое мероприятие вы считаете действительно по-гродненски брендовым? Ну, мы уже ее называли, это Англ Твоем Сердце, это действительно наше, ну, сказать... Детище. Детище наше, да, и поэтому тут прежде всего это главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи, они как бы выступили инициаторами управления образования. И мы, как детский фонд, который работает с детьми, конечно же, вместе с ними, не только мы откликнулись, но мы и стали вместе с ними участниками и членами оргкомитета этой акции. Я еще раз повторяю, это действительно наше родное детище. Ну, и вторую вот акцию, в прошлом году мы ее только запустили, опробировали, и, надеюсь, она тоже станет брендовой именно Гродненского областного отделения Белорусский детский фонд. Сколько стоит детская улыбка? Это тоже очень интересная акция, и она тоже адресная и целенаправлена для детей, которые, ну, наверное, более других нуждаются в нашей поддержке. Это те дети-инвалиды, которые обучаются на дому. То есть те, кто в силу своего заболевания не всегда сможет прийти на какой-то праздник, не всегда сможет участвовать в каких-то акциях и мероприятиях в силу заболевания. И когда мы провели эту акцию, она заключалась в том, что в период накануне Международного женского дня, потому что, ну, что может быть дороже детской улыбки здорового ребенка или ребенка, которому помогли и поддержали. Работали наши, опять-таки, наши любимые волонтеры на крупных предприятиях города Гроднен, на Азоте, на мясокомбинате, на табачной фабрике. Работали волонтеры, вот начинается рабочая смена, идут рабочие на работу. Ребята рассказывают об этой акции, для чего она, кому она предназначена. И вот в течение, нет, где-то пяти дней мы собрали приличную сумму. Мы собрали где-то больше двух тысяч рублей. Просто вот рабочие идут с работы, прочитали нашу там брошюру, в эти вот копилочки наши собирали деньги, бросали кто сколько мог. Мы собрали эти деньги, потом мы через торгодежду приобрели сертификаты по 200 рублей каждой семье. Выбрали вот 10 семей через Центр коррекционно-развивающее обучение, там, где воспитываются такие дети. И мамы уже сами на торгодежде на этой базе подбирали одежду, обувь, потому что, понимаете, дети разные. Кому-то нужно что-то, чтобы удобнее была обувь, кому-то нужна особая одежда. И родители сами подобрали то, что посчитали нужным для своих детей. А вот эта акция как раз и помогла каждой вот этой семье на эту сумму приобрести то, что им необходимо. Ну что ж, к сожалению, время, отведенное на эфир сегодня, уже нами выработано. Вам огромное спасибо за интересную и актуальную беседу. Наши телезрители, я поблагодарю, что это время вы провели вместе с нами. И всем нам сегодня пожелаю приятного телевечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова